друзья всем доброе утро и у нас очередной бложек сегодня отправляемся один на выставку и у меня одна из последних серьезных проблем это личинка сиденья пассажира вчера весь в расстроенных чувствах и усталый я поехал верой мерлен и посмотрите сюда это личинка от почтового ящика и она идеально подходит по диаметру по всем прорезям и даже по вот этому вот квадрату 25 миллиметровая в длину личинка за 135 рублей примерно это конечно лютый колхоз я так делать не люблю но ввиду того что оригинальная деталь не продается а сделать надо короче решаем проблему так сейчас соберу затестирую как это работает добью еще пару мелких мелких совсем мелочей и собственно в три часа приедет эвакуатор потому что в мою машину к сожалению этот мопед не влезает по высоте вернее это возможно но крайне трудно вот соответственно я просто вызову эвакуатор доеду на нем своим ходом на мойку постараюсь запечатлеть этот момент на камеру надеюсь у меня это получится вот там его помоем загрузим чистый и после этого он поедет в экспо центр но в данный момент без меня я останусь решать проблему по работе друзья посмотрите на это личинка просто из магазина без переделок вот так вот замок у нас открыт вот так вот замок у нас закрыт давайте посмотрим как это устроено на мопеде открываем замок вставляем закрываем замок все держится просто прекрасно идеальный колхоз все можно собирать и заканчивать пришло время сегодня собрать 650 у нас по ней осталось немного замены подшипники остались цилинд-блоки и вот хочу показать быстренько внутренности ремешка потому что на съемке времени сегодня очень мало внутренности вариатора поставили мы новые шестерни новый ремень все здесь классно все здесь живое живые родные шпонки заводские поменяли все что необходимо поставили ремонтную крышку втулин новый стопорный болтик в общем все замечательно подшипничек тут новый в общем все как положено в общем-то мопеду ездить долго и мы еще сделаем переборку вилки без тюнинга но замены масла сальников и пыльников потому что это никогда у него не делалось вот выйду в эфир уже наверное ближе к вечеру пока я собираю здесь нас на следующем мопеде разбирается пластик и диагностируются пластиковые шестеренки тут у нас течет помпа пробег 45 нужно все посмотреть потому что мопед был куплен в прошлом году в общем когда есть поток снимать обычный некогда ну что продолжаем вариатор я закрыл переключился на c1 немножко привел в порядок думаю все на этом этапе на мойку и на выставку этот вопрос закрыли закрыл вариатор подготовил к установке будем включаться такой вот у меня герметик уже рука набита в принципе если не считать цвета то не за не отличается от заводского едем дальше у нас диагностики мопед из балашихи пробег 45 значит из нюансов фильтр воздушный стоит оригинальный и вроде даже не сильно забитый но почему-то у него треснула резинка и чем-то ее уже пытались клеить замена соответственно течет помпа но это понятно потресканные пыльники на вилке и выше рабочей плоскости довольно сильно ржавые перья будем решать на наверное будем рекомендовать переборку вилки искать брайтиком чистку верхней части сален блоки тут ну не идеальные но в принципе соответствуют пробегу я бы наверное еще покатался если не инвестировать сюда большие деньги вот наверное разумно будет еще тысяч 15-20 поездить подшипники маятника не крутил пластиковые шестерни здесь у нас в нормальном состоянии износ порядка 30 процентов наверное на видео будет очень трудно его показать нормально вот никто вариатор не лазил ничего здесь не разбиралась стопорный болт состояние ну достаточно неплохое возможно болтик можно заменить можно кстати оставить на мой взгляд еще поезде фильтр вариатора рассыпался за давностью лет материал превратился вот в такой вот фильтр нужно будет обязательно заменить вот выглядит это дело вот таким вот образом то есть только его трогаешь материал превратился в труху то есть вот он вроде как целенький но легким движением руки он просто сгнил его просто нужно менять раз примерно в 10 лет ну и по солевым отложениям мы видим что мопед прямо скажем не нов вот скорее всего надо будет еще поскольку мы слили антифриз вот этот патрубок снять и почистить здесь посадочное место чтобы не текло вот мы уже слили антифриз поскольку у него течет помпа сейчас будем согласовывать если масло менять то оставим его на центральной подножке если не менять то поставим на боковую вот помпа течет масло соответственно все это будем делать еще что у нас тут по нареканиям ну я бы вообще рекомендовал менять резину на это уже как человек решит то есть она по центру еще ничего по бокам уже изношена задние колодки замена диск померяем но еще на мой взгляд ну как бы можно скорее всего покатать померяем допуск померяем остаток посмотрим допуск вот в целом ну на мой взгляд мопед для своих лет весьма нормальный самое главное что тут особо никуда не лазили кривые руки на первый взгляд остальное проще единственное что тут стоят какие-то японские транспондеры ну я согласую это скорее всего мы это дело удалим дабы просто не было лишнего ненужного колхоза а в остальном нормальная наживая техника сделать ей хорошее то и будет кататься вариатор я считаю лезть не нужно как то так ну что поехали открывать сезон да креплением камеры как всегда не продумано в общем поеду пообедаю поеду пообедаю поеду Да, в общем, с креплением GoPro заморачиваться было лениво Да и некогда, собственно Поэтому я решил прямо так снять что-нибудь, держа одной рукой штатив Как это не штатив? Типа селфи-палки Естественно, я без шлема Так, пока задача, собственно, только пообедать А потом на мойку и прямо сразу Надеюсь, подъедет эвакуатор Типа селфи-палки У меня есть ощущение, что брызговик работает не очень хорошо И пассажиру придется не сматка Ответ, поехал! Классная рамка А че такую? Когда куплю себе BMW, обязательно такую поищу Мы едем в сервис Круто же? Только холодно и погода не очень Отправляю вот сотрудника Проконтролировать вопрос А сам иду гайки крутить Директор же Друзья, заканчиваем с этим многострадальным мопедом Че-то он такой живой Че-то мы его весь перебрали уже Сайлентблоки поменяли Все у нас тут прекрасно стало Просили видео по замене сайлентблоков Но, к сожалению, некому снимать Вот, поскольку тут участвуют двое людей В принципе, ничего особенного Откручиваешь мотор от рамы Опускаешь его вниз Ну, а там уже нюансы Вот Как бы Перебираем сейчас вилку А человек все-таки решил делать Короче, пыльники здесь мертвые Где-то Так, и тут Вроде ничего Где-то был пыльник Вот вроде они с виду ничего А изнутри Один сгнил Вот, решили менять Сальники менять Меняем все направляющие Потому что направляющие оказались Мертвые Вот Что бывает не очень часто На 650-ках Но последние годы все чаще Одна вообще вытертая Вторая чуть получше Ну, вот она и управляемость То есть Любая управляемость Это Люфт Между передним И задним колесом Так или иначе Если у нас Чуть-чуть в подшипниках Маятника Чуть-чуть в сайлентблоках Чуть-чуть в направляющих Вилки Вот это вот Везде по чуть-чуть А плюсом еще Ну, зачастую у народа Резина не очень Вот эти все по чуть-чуть Они складываются В одно большое Ой Когда ты Начинаешь перестраиваться И у тебя Переднее колесо Разметку уже пересекло А заднее еще нет И даже не собирается Вот Поэтому из этих мелочей Складывается Нормальная рулежка Мопеда Вот И от этого Очень сильно зависит Безопасность При движении Уверенность При езде И так далее На 400 Как допустим Очень часто болеют Подшипники Рулевой колонки Начиная с К7 То есть Один Очень известный Клубный дядя В прошлом году Поменял у меня подшипники Я ему давно говорил Их надо менять А ему уже так Ну нормально лет Он говорит Я думал у меня рука Отказывает А оказывается Надо было просто Подшипники поменять Ну то есть Все гениально Это просто Надо просто думать И Вникать В эти вопросы Вот А так Ну вот все Все прекрасно собрано Отличный пример мопеда Вот Я бы сказал Что такой мопед Я рекомендую К покупке Но К сожалению Такие прям целиком Сделанные мопеды И редко И мало кто продает Но бывает Бывает Кто ищет Тот находит На самом деле Проблемой это не является Я думаю Мы сегодня его дособерем И на завтра Перейдем К другой технике Всем хорошего вечера Сегодня уже в эфир не выйду Так что Пока-пока Ставьте лайки И подписывайтесь на канал Кстати Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok